Мун Монин, друзья! С вами Макс Амир и сегодня мы посмотрим карту Моргенштерна. Я думаю, все слышали о таком артисте. Один черный русский мальчик заработал капитальчик и пустил капусту в оборот. У него уже творчество развивается более трех лет. Можно уже посмотреть динамику развития карты. Да и вообще понять, как человек, который не имеет какого-то музыкального образования, каких-то музыкальных навыков, голоса, смог достичь такого успеха. В первую очередь у него луна стоит в первом доме, в весах. Луна Венера – это у нас йога эстета художника. То есть у человека от природы есть чуйка. В каком стиле работать, как аудиторию удовлетворить. То есть, по сути, он мог бы с таким же положением, несмотря на то, что оно не выходит в дома денег, но оно все-таки является очень такой сильной, мощной частью его личности, он бы мог быть и художником, и человеком, который продает парфюм просто вот по ощущению, что сейчас в тренде. То есть все, что касается эстетизма, у него это очень хорошо бы пошло. В глаза бросается также Венера в третьем доме. А третий дом коммуникации, она с Юпитером, а это у нас лакшери-йога. А это, значит, окружение такое, которое нужно вокруг него. И у него, в принципе, получилось его сформировать. Ну, с точки зрения финансов, возможностей. Пятый дом – это у нас дом креатива. Часто у художников видел такие позиции разнообразные. То есть Кету – это какое-то свое уникальное направление. Марс – немножко агрессии. Юпитер – философия, к которой он сейчас приходит помаленьку. Ну и Солнце. То есть получается, что это люди, которые создают бренды, которые продвигают бренды, которые понимают, как заниматься пиаром. То есть по сути складывается ощущение, что он выбрал музыку, почувствовал, какие биты сейчас хорошие. Он нашел парня, который их пишет, потому что сам он не писал. Как бы соединил все, и получился Моргенштерн. Но вот так сказать, что он конкретно музыкант, который разрабатывает что-то сам, то нет. То есть он больше человек тренда. Я не удивлюсь, если он вообще в другую нишу перейдет, и у него там, в принципе, тоже будет все хорошо получаться. Вот в чем тут фишка. Если говорить про Сатурн в шестом доме, это работоспособность очень большая, и это видно, потому что он действительно, когда писал альбом, очень много вкладывал туда и времени. И, кстати, вот эти живые стримы, эфиры, живое записание альбома, это вот он первый, кто начал нас так делать, это тоже Луна в первом. И в этом мы с ним похожи. Потому что у меня Луна тоже в первом доме, я люблю импровизировать, люблю, чтобы был поток, чтобы было что-то спонтанное, что проявляется в эфирах. А Моргенштерн, он как раз любит это использовать в музыке, на концертах, в эфирах. Но он играет с эмоциями людей как блогер. То есть из него бы хороший блогер получился. И получается, что вот эти его движения вверх-вниз, то есть удивление аудитории, публике, все это удивление происходит через Луну. Я, получается, с детства тоже всегда был артистом, но у нас есть разница в том, что у него Луна все-таки в Венере, а у меня Луна в Раке. И здесь больше идет движение на такие чувства, переживания, потому что Луна в Венере – это немножко другое. Луна в Раке – это ближе к философии, к знанию. И я здесь как раз своей Луне, так скажем, соответствую. Видите, вроде бы такие близкие положения, а какая большая разница в этом. Если смотреть на дома денег, и мы видим, что Раку стоит в 11-м доме, это желание больше заработать разными способами, но он на самом деле так и делает. Он договаривается делать клипы и музыку с людьми, которые к этому не относятся, которые делают заказ. Он делает рекламу разных ставок на спорт и все остальное. То есть это другие формы заработка. И, кстати, не всегда экологичные, я бы так сказал. Солнце, получается, у него в 5-м, Раку в 11-м. Опять же, это говорит о том, что он может управлять процессами неплохо, координировать и зарабатывать на инвестициях. И это на самом деле в его карте самая высшая форма заработка. И он уже туда пошел. Криптовалюта и все остальные такие вещи. Также мы видим Марс, выходящий во второй дом. И здесь совершенно другая ниша, которую я пока в нем не увидел. Это технологии. То есть это программы, это IT и все остальное. Вот интересно. Может быть, он какую-то музыкальную программку выпустит. А может быть, будет вкладываться в IT. Вот мне тоже будет интересно на это посмотреть. По сути, он карту свою проживает достаточно грамотно. И мне нравится, как у него здесь все выглядит. И он развился сам по себе. В такой период хороший у него период Юпитера наступил. Он осознал, что он хочет передать. Ну, в каком бы это ни было виде, бывает странным. Но вот получается, что Юпитер шел, Юпитер Сатурн, Юпитер Меркурий. Дальше у него в 25-м году, в марте Юпитер Кету будет переключение. Он наестся всего этого. Я думаю, будет такой ходить в этих, в таких длинных одеждах, рубашках. Вот как вот мне нравится на Гоа. Чтобы приобщиться к ведической культуре, медитировать. То есть я думаю, мы это все увидим, когда Кету возникнет. Будет интересный переход. Увидим Моргенштерна-мудреца. Вот такого мы никак не ожидали. Поэтому интересно, интересно наблюдать за его карьерой. И будем также следить. Там уже кому нравится, кому не нравится его творчество. Это уже ваш вопрос. Моя задача как астролога понять, насколько он синхронизирован со своей картой. И тут уже вопрос к вам. Насколько вы синхронизированы? Насколько вы близки к своему предназначению? Если вы еще не понимаете этого и не нашли его, у нас есть ссылочка под видео. Заходите, можете сделать экскурсию по школе и бесплатную консультацию. Так что всем до новых встреч.